Еще есть? Ну, меня поняли, но мы услышали, почему вы согласились, да, то есть это вот первая Вселенная, да, правда, да, а вы представляете, вообще, почему все, как вообще началось, да, это был какой-то звонок, это было какое-то знакомство, и... Значит, Василина, о том случае, о котором я рассказывала? Нет, вот, конкретно, вот, да... С организацией, от Жени. Да, Жени, то есть от организации, после того, как звонок, да? Ну, просто, да, позвонили люди, да, с Алексеем конкретно мы общались, и был написан текст просто, и было предложение написать музыку на текст. Вот. Ну, я согласился, и давайте попробуем сделать песню. Кто будет петь? Вот есть парень, но он будет, там, ангел читает. Я сначала думал, что он, как бы, ну, певец, поет, но, в принципе, это все равно так или иначе, это реально. Правильно, Женя? То есть, если ты читаешь, то тебе по-любому придется петь. Понимаешь? То есть, да, ты почитаешь, почитаешь, но пару фраз тебе захочется, как бы, мелодии какой-то, блядь, это выдели себе по-любому, и ты это сделаешь. Ну, просто надо учиться, заниматься. Поэтому, да, поступил предложение такое, вот, и... Я согласился, попробовал, вроде, лучше, а не плохая песня. Вот. Хороший, хороший трек. Скачай. Да, хороший трек. Мы его там немножко еще там доделаем, и будет реальная, как бы, песня с настоящим паром, рыбером. Смущает, да, уже ли? Да, нет, он в порядке, просто. У меня сын, тебе сколько лет? 18. 18, ну, примерно такой же мне сын. Поэтому я знаю приблизительно. Направление, ход мысли этих людей, я с ним очень много советуюсь, потому что, особенно, даже если я напишу какую-нибудь песню или мелодию, то первый, там, цензор, или первый критик, самый жесткий, когда мой сын, он сразу мне говорит, пап, не ганает вообще, это просто прошлый век. Это олдскул. Я говорю, ну, я же, ну, ты тоже уже, мне тоже 18, я, как бы, там, на волне, как говорится, ну, ты можешь просто поменять, повыкировая вот эти все, там, заражировки, оставь одну гитару, барабан и бас. У тебя, говорит, хороший тембр, богатый, динамично поешь, очень искусственно. Зачем его давить разными всякими инструментами, непонятными, когда гитара с барабанами, с басом, они уже звучат, как урон, ход черепейка, как говорится. Ну, поэтому, говорит, когда нет у артиста, что показать, то надо его закрывать, аранжировкой, как говорится, такой. А если есть, когда что показать, то и, в принципе, понимаешь, бит, ну, правильно, тебе нужен бит. Вот, который ты можешь словно просто сложить и вылить, как говорится, душу. Ну, вот. Спасибо, бывает, я тебя не дуракомала. Спасибо. Я не могу сказать, что. Ну, это очень приятно слышать, интересно. Да, спасибо. Еще есть? Да, вы же, Матву, Евгений. Скажите, пожалуйста, а есть ли пожелания, с кем вы бы хотели исполнить дуэта? Ну, первый год еще, прям, человеку, которым очень хотел, это Баста, да. Когда я начинал тоже писать рэп, все такое, я как-то опирался на него, на его понятие рэпа. Ну, ну, все следующие, да, он был такой подвижный человек. Ну, так далее, может, посмотрите же. Ну, Кис, мы надеемся, да, что вас услышат и вас-то завтра берем на концерте. Скажите, Жень, да? Ну, такой же человек, я думаю, что обращаться к людям всегда надо. Ну, без этого. Если откажет, ну, и кто откажет, скажет. Время, не намного рад. Когда-то там деятельность, занятости, концерты, достойно, и все. А если, в принципе, тем более, именно в этом направлении, да, поэты, и все такое. Ну, надо обращаться, мне кажется, к людям. Мне кажется, что у вас там обещание, чтобы... Тут, да, тут речь не о звездности какой-то, или папости. Это для Тимати. Да, Тимати, кстати, тоже можно с ним поговорить. Да, в темном, в зряхах. Да, в чем? До этого продать Мировский-то сделает. Ну, он все с порядком в жизни, поэтому, я думаю, для него особенно ничего не стоит, да, сделать человеку счастливым. Почему нет? Правильно? Так что забудьте про тему-то сказать. Я не знаю, что это у тебя, просто. Я понимаю, что, да, сегодня вопросы потихонечку закончились. У нас ждет еще одно следующее интервью, у нас там уже есть, ближе, да? Ну, да, там не ведиент в канал «Россия», не опаздываю просто. А у меня еще есть. Да, давайте. А вот, наверное, к Юрию, да. У вас есть, как, озвученных три направления, да? Или четыре, да? Сейчас я что-то завернулось. Скажите, а как вы увидите наилучшую социализацию детей-сирот? То есть через что все-таки это важно? Направлений их больше, а социализация, наша цель – выпуска из детского дома, дать детям профессию, наверное, да, чтобы помимо той профессии, в которой они получат груза, куда будут поступать, чтобы к выпуску в 18 годах или в самом начале у них была возможность уже быть состоящимися, то есть выступать на сцене, зарабатывать теперь, на будущее сцены, заниматься спортом, мастер спорта КНС и так далее. Художники, те, кто рисует художники, это совместные выставки с известными художниками, соответственно, продажи картин и так далее, чтобы после выпуска, после того, как они выходят в жизнь общую, они могли уже себя чувствовать более-менее уверенно. Вот в этом социализации. А именно каким способом это зависит от детей? От того, что их интересует, что у них можно развить? Потому что тот, кто рисует, его просить предлагать читать рэпу бессмысленно. Или наоборот. Ну, это понятно. Я, наверное, больше даже только психологически умею, потому что многие, даже большинство детей из-за домов, они просто не готовы быть в обществе, и всегда момент переходный, он очень трудный. Ну, вот смотрите, вот Женя же приехал сегодня, в Москву, у него уже идет социализация, другой город, какие люди, немножко и ритм тоже друг-другой, и тут и светофор другие, машины друг-другой, все другое. То есть, выливание в жизнь, оно начинается вот с каких-то мелочей даже из бытовых. Так, я правильно же? Да, и то, что Женя приехал в Москву и завтра выступит, это как результат уже социализации. А работа ведется ежедневно в этом детском доме. Мы ездим к ним, привозим специалистов, которые проводят мастер-классы, мы привозим детей в Воронеж, они участвуют в мероприятиях городских, федеральных. То есть, это ежедневная работа, а результат он видит, вот сейчас он это видит. Работаем мы каждый день с ними. Я не имею в виду, а психологи с ними работают? Или просто у вас только что-то программа у вас? Психологи работают с ними в школе, психологи работают с ними штабные. Наши психологи с ними пока не работают, но мы работаем с психологами, которые нам говорят, как работать с ними. Все, на этом. Я предлагаю завершить нашу пресс-конференцию и, наверное, дождаться, да? Я даже повторить некоторые вещи. Ну, я думаю, что на этом уже будет интервью, наверное. Конечно.